Сейчас нашла одно видео архивное аж за 2011 год. Надеюсь вам будет интересно посмотреть как играл наш сын. Он тоже играет в шашки, если кто-то не знает. Андрей Валюк, международный гроссмейстер, будет комментировать. Смотрите далее. Начинаем урок. И в этом уроке мы разберем партию, которую играл Владислав Валюк на последнем турнире. Золотая шашка в городе Таллине. Обратная игра Бадянского за черных. Вариант с нападением. Владислав играл черными. Обратная игра Бадянского. Здесь есть несколько вариантов за белых. Про развитие. Белые выбрали в данном случае ход FG3, которые направлены на то, чтобы сохранить связку левого фланга черных. И иметь преимущество в этой позиции. Черный ход ДЕ5. Этот ход рассчитан на то, что белые должны каким-то образом высказаться. Очень плохо играть БЦ3. Вот ввиду того, что черные занимают коловое поле. И организовывая атаку на шашке Д4. Выигрывают эту позицию. Например, далее возможно АБ4. Д5. Побили, побили. И после того, как шашка вроде как отыгрывается, выясняется, что белые не могут защитить шашку Д4. На этот ход возможна комбинация. Вот после АБ2, СД6. ЖФ2. Черные также проводят удар с выигрышем. Вот. Поэтому два плана перспективных есть у белых. План с ходом ЖФ4. И план с ходом ЖФ2. В данном случае белые выиграли ЖФ2. И бой вперед. Размена Ц5. Смысл этого размена в следующем. Невозможно движение шашки на Ф4 со связыванием фланга. Из-за отсутствия шашки на поле Ж1. Черные грозят комбинацией. Белая тянута стала шашку. ДЦ3. Вот ключевая позиция варианта. Которая расписана в некоторых книгах. Не очень широко известна массовой публике. Ход ЦБ6 рассчитан на то, что опять нельзя ходить ЖФ4 из-за удара по полю Д4. В партии последовало Ц3-Д4. Рассмотрим другой ход. Как правило, как правило, дети еще многие путаются и пытаются напасть. Пытаются напасть на шашку с поля Б4. Рассчитывая таким образом силы черных связать на обоих флангах. Однако это не проходит. Например, тут два хода есть. Б2-Ц3 и Б6-А5. После Б6-А5 черные меняются и захватывают все ключевые поля. И вот в этой позиции выясняется, что ходов практически сильных у белых нет. На ход Б2-Ц3 черные проводят простой удар на поле Б2. И хотя считается, что вот эта позиция ничейная, зачастую ее выигрывают. Черные, особенно в детских турнирах. Что касается хода Д2-Ц3, то он невозможен, так как после Д2-Ц3 черные просто выжидают. И у них на один ход больше ЕД2 сюда. А меняться нельзя, потому что слабость этого поля позволяет черным провести выигрывающую комбинацию. Вернемся к основной позиции. Белые пошли ЦД4. И так как этот ход в партиях Ладика встречался редко, в этой позиции он вдруг понял, что вариант был забыт. Ошибка заключалась в том, что он не был повторен. Далее последовало ЕД6, Б2-Ц3 и черные решили сыграть на ловушку. То есть слабость поля Е3 они увидели. И ловушка заключалась в том, что белые вдруг не заметят, что черные хотят ударить по этому полю. Однако случился достаточно очевидный ход с ЖФ4. После единственного размена белые остались с лишним рожном. Потому что атака этого рожна приводит к его сохранению в этой позиции. Несмотря на то, что у белых на шашку больше, их позиция гораздо лучше. Вернее выиграна. Как же надо было сыграть в этот момент? После хода С3-Д4. То есть основная идея черных захвата поля С5. Он должен оставаться. То есть следовало с этой целью захвата поля С5 и сохранения его. То есть белые грозят пойти ЖФ4. Связать капитально, что и случилось в партии. Поэтому борьба за пункт С5 возможна только после размена вперед. Совершенно очевидным напрашивается ход Б8-А7. Со следующими идеями. Если белые ходят Б2-Ц3, следует удар. Пробивают на Б2. И единственный план защиты за белых это размен назад. После чего черные начинают давление на фланг ходом СБ4. Теперь ход СБ2 невозможен. Из-за постановки рожная прорыва по флангу. Но белые организуют встречный прорыв. Позиция с небольшим преимуществом у черных скорее всего завершится в ничью. Если в этой позиции белые еще немножко подождут. То захватив поле С5, черные опять эту позицию выигрывают. Прошу обратить внимание, что в этой позиции из 1, 2, 9 шашек белых. Возможности для ходов реальных имеют только две. То есть получать такие позиции очень опасно. Вместе с тем у черных, благодаря ударным колонкам, есть и размены. И эти шашки подвигаются вперед. То есть та позиция, в которой возможности ходов больше у черных и меньше у белых. Конечно же лучше у черных. В данном случае на ход Б2, С3 белые проводят все тот же удар. На поле Б2 прорываясь. Но в этом случае уже выигрывая его. Если последует ход Д2, С3, то черные переводят шашку на Е5. Опять нельзя же Ф4. Она на падение СД4. Прошу обратить внимание на это решетчатое положение. Черные проводят стандартный в таких случаях удар. Возвращение шашки назад. И ударный кулак черных с правого фланга наносит удар экспресс по большой дороге. Этот удар очень часто встречается в позициях подобного рода. Возвращаемся к исходной позиции. После хода Б8, А7. Позиция скорее всего с преимуществом черных. Есть несколько ловушек. И скорее всего завершилась бы не проигрышем черных. Однако основная ошибка заключалась в том, что вариант не был повторен. Конец занятия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...